Добрый день, уважаемые коллеги. Совершенно логично, что до начала лечения должен быть заценен нутритивный статус каждого пациента, и у пациентов со значительной элементарной недостаточностью логично обеспечить энтеральный путь питания. На каких пациентов в первую очередь стоит обратить внимание для формирования либо гастростом, либо на заведение назогастральных зондов? Это локализация опухолей в нижних отделах глотки, это продвинутый тест статус опухоли Т4, они практически все нуждаются в нутритивной поддержке. Женский возраст, как ни странно, и, естественно, планируемое химио-лучевое лечение, потому что часто возникают мукозиты, которые не позволяют человеку принимать пищу через рот. Как мы можем помочь этим пациентам? Ну, конечно, самый удобный, дешевый и везде выполняемый способ – это установка назогастрального зонда. Но логично это делать, когда нутритивная поддержка будет менее чем 4 недели проходить. Если больше, то нужно, конечно, возвращаться к гастростому. И надо не забывать, что у пациентов с назогастральным зондом, конечно, страдает качество жизни, потому что это очень неудобно, они стесняются его, им не выйти никуда. Гастростому здесь, конечно, предпочтительнее. И с гастростомом мы можем выбрать хирургическую гастростому и эндоскопическую гастростому. Ну, эндоскопическая гастростома хороша всем, кроме, наверное, цены и логистики. Потому что у нас никто не читает койко-день, у нас не принято в нашей стране считать, что хирургическая гастростома дороже, чем эндоскопическая выходит по оплатам. Но ее можно сделать в любом экстремном стационаре. И это, конечно, большой ее плюс. Минус в том, что закрывать ее нужно хирургически, то есть это еще дополнительное вмешательство для пациента. И, конечно, качество жизни и ухода за этой гастростомой проигрывает эндоскопические выразы, потому что это либо катетер фолеи, либо катетер петцера. Как правило, они протекают, как правило, пациенты сталкиваются с муцерированием кожи вокруг, и это для них большая проблема. Но сделать это можно везде и зачастую всегда. Что касается эндоскопических гастростом, это ситуация логистически сложная. Почему? Потому что все мы живем в реалиях госпитализации, и сделать ее можно только в госпитализацию. Положить ли гастростом не всегда удается, но если есть возможность делать эндоскопическую гастростому, лучше делать гастростом эндоскопический. Что нам говорят гайдлайны по поводу нутритивной поддержки пациентов с опухолей головы и шеи? ЭСЖ рекомендует использовать назогастральный зонд или гастростомы для эндорального питания. К слову, хирургические гастростомы в принципе не звучат в этом гайдлайне. Для эндорального питания пациентов, требующих химолочевую терапию, имеющим дисфагию и значительную потерю веса. ЭСЖ предлагает профилактическую установку гастростом пациентам, требующим лечения с опухолей головы и шеи, требующим химолочевую терапию, если имеется фактор риска, предполагающий длительное зондовое питание более 4 недель. Такие как потери веса перед лечением, преклонный возраст, локализация опухоли и высокие дозы облучения, в том числе и билатеральное облучение. ЭСЖ предлагает пуш-пэк гастростомы для пациентов с опухолями головы и шеи, чтобы снизить риски обсеменения опухолевыми клетками. Я чуть позже остановлюсь на этом. Но когда устанавливать гастростомы? Логично устанавливать их при исходной гипотрофии за 7 суток до начала лечения, а при удовлетворительном статусе в первые дни лечения. Затягивать с этим не стоит, потому что это создает далее свои проблемы, потому что пациентам с мукозитами, конечно, выполнять все эндоскопические гастростомы устанавливаются так или иначе при эндоскопической поддержке. Выполнять им гастростопии, конечно, менее приятно, чем пациентам до начала лечения. Когда с этими гастростомами можно расставаться и закрывать их? Стабилизация увеличения веса, нормализация уровня белка и отсутствие аномии у пациентов. Что касается противопоказаний к формированию эндоскопических гастростомов, их немного, если в целом посмотреть, потому что они все абсолютно логичны. Это нарушение свертовой мести крови, гимнодинарическая нестабильность, сепсис, напряженный асцит, перитонит, инфекция брюшной стенки в выбранном месте формирования гастростомы, гастроктомию и анамнезе, что вполне логично, и обструкция выходного отдела желудка, что тоже, наверное, логично. По поводу эндоскопических гастростомов. Два типа гастростомов мы имеем в своем арсенале. К слову, мы пользуемся гастростомами уже очень давно, и мы очень довольны гастростомами фирмы Кимберли Кларк. Это не реклама, это действительно очень удобные наборы, которые в своем наборе содержат все, что нужно для установления гастростома, ну, кроме эндоскопа, наверное. Мы имеем пуш-гастростомы и пул-гастростомы. Я становлюсь сначала на пуш-гастростомах, потому что мы их меньше любим, и я сейчас объясню, почему. Пуш-гастростома, она подразумевает под собой использование эндоскопа со стандартным рабочим каналом. Все эндоскопы со стандартным каналом начинают свой наружный диаметр от 8 и 9 миллиметров. И, соответственно, не всем пациентам с опухолями головы и шеи исходно можно эти гастростомы провести для контроля и для выполнения гастростомии. Как они выполняются? Выполняется пункция на раздутом желудке, выполняется пункция тракаром. Через тракар проводится гибкий проводник, он захватывается петлей, ретроградно выводится в ротовую полость. И через ротовую полость, вот почему это пул-гастростома, они вводятся в стенку желудка. И, честно говоря, с эндоскопической точки зрения и вообще логично, это очень похоже на катетер Петера, просто более аккуратный. Почему мы их еще меньше любим? Потому что все эти полу-гастростомы, они длинные, и пациенту нужно ухаживать за ними, их нужно подклеивать, как-то прилаживать к их одежде. Это не очень удобно с точки зрения качества жизни. Но самый большой их минус в том, что если поднять литературные данные и вообще все данные о пуши-полу-гастростомах, они являются возможными источниками обсеменения опухолевыми клетками путей проведения этой гастростомы из стомических отверстий. Это, конечно, очень обидно после наложения гастростомы иметь перистомические рецидивы. В нашей практике чаще у пациентов с опухолями головы и шеи мы пользуем... Я, извините, перепутала, там пуш, здесь полу-гастростомы, пуш-гастростомы. Это якорная гастропексия. Мы заходим в желудок любым эндоскопом, любым диаметром, потому что нам совершенно не нужен рабочий канал. У нас гастроскоп только для контроля проведения тракаров и для раздувания желудка используется. Соответственно, мы можем брать эндоскопы самые тонкие, это гастроскопы 5-мм, они по диаметру похожи на бронхоскопы. Любому пациенту можно их провести. Также эти гастростомы, в принципе, можно выполнять и под рентген-контролем, но если брать количество осложнений, под рентген-контролем их в разы больше, поэтому мы их делаем эндоскопически. В просвет желудка по передней стенке тела желудка, в нижней третьей, там, где более плотно прилегает желудок к передней брюшной стенке, выполняется три фиксирующих пиксийных якоря. По тракару проводится проводник. По проводнику выполняется бужирование до бужа третьего, самого широкого. И по этому бужу проводится... В чем плюс этих гастростом? По этому бужу можно провести не только трубку для питания, например, которую нужно поставить не просто в желудок, а, например, в тонкую кишку, потому что часто эти пациенты, которые имеют рефлюксы, но и можно поставить низкопрофильную короткую гастростому, которая незаметна на передней брюшной стенке. Я потом покажу ее пациенту, не нужно за ней ухаживать. Когда он принимает пищу, он прикручивает к ней определенную трубку, которая к ней фиксируется, через нее проводится пища. Как только питание закончилось, она откручивается, гастростома закрывается. Ее не видно косметически, ее практически не видно. Вот мы проводим последний тракар. А здесь нельзя промотать, да, мне никак? Я правильно понимаю? Проводится последний тракар. После этого проводится специальный измерительный баллон, который замеряет толщину передней брюшной стенки для того, чтобы наложить гастростому, максимально подходящую для пациента. Мы выбираем низкопрофильные гастростомы, как правило, на 5 мм толще, чем толщина передней брюшной стенки, для того, чтобы за ними можно было нормально ухаживать, и для того, чтобы их можно было в первую неделю перевязывать. И устанавливаем далее опять этот буш, как направляющий, по которому и устанавливается низкопрофильная гастростома. Для эндоскописта, наверное, быстрее выполнять предыдущий вариант гастростомии, но мы, честно говоря, долго этих якорных гастростом, ну не то, что избегали, но они требуют больше, скажем так, больше ассистенции, больше времени для установки, но поработав с ними много, это гораздо более предпочтительная схема установки гастростома, потому что, я еще раз говорю, часто эти пациенты с структурами глотки и не провести стандартный гастростом. Вот так вот выглядит эта гастростома. На верхней картинке так она выглядит после установки. Вот эти три точки фиксирующих якорей, они через 4-6 дней отваливаются и остается только вот эта вот сама гастростома, а на нижней картинке показано, как пациенту питаться через трубку. Соответственно, она снимается и остается только само, грубо говоря, отверстие. Спасибо. Спасибо.